27 марта Хасавюрт посетил первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Алиев. Основной целью рабочего визита была встреча с представителями управляющих компаний и предпринимателями города по вопросам соблюдения налогового трудового законодательства субъектами, осуществляющими хозяйственную деятельность. В приветственном слове Рамазан Алиев выразил необходимость всем ответственным подразделениям максимально сосредоточиться по выполнению задачи в пополнении бюджета Республики за счет сборов налогов путем выведения из тени предпринимателей и легализации бизнеса. Изучили мы по всей Республике, откуда можно пополнять бюджет. Нашли на сегодня примерно 26 направлений, по которым можно или это законодательный способ или организация работы отраслевых направлений, по многим направлениям и выбрали 26 направлений, по которым мы будем уже, наверное, работать на пополнении бюджета. Вы свидетели всех наших встреч с теми представителями рынков у нас уже было, у главы Республики. Совсем мы пока предварительно нашли, наверное, точку соприкосновения, вот диалога. Мы предлагаем, это в лице Владимира Владимировича, он тогда сказал, давайте мы договоримся. Вы выходите из тени, работаете так, как положено в рамках закона. Мы, власть, гарантируем вам, что вы больше никому, ни вправо, ни влево, ни в чьи другие карманы, кроме как бюджета, платить не будете. На встрече проходившей в зале администрации участие приняли глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, заместители главы администрации, представители Федеральной налоговой службы по городу Хасавюрт, сотрудники правоохранительных органов, руководители управления и ведомств муниципалитета, директора рынков и другие предприниматели города. В своем выступлении глава Хасавюрта отметил, что изначально город развивался на фоне растущих 90-х годах рынков и экономическое развитие города в ближайшем будущем будет зависеть от их деятельности в связи с отсутствием больших промышленных объектов. И дальнейшее развитие города, мне лично видится, как он торговый город, потому что промышленных предприятий, здесь нет сельского хозяйства, здесь нет других источников дохода или места работы, тоже нет. Но видится как рыночный, потому что он город узловой, со всех многих близлежащих районов сюда люди приезжают, покупают, работают, сдают свою продукцию, продают. Поэтому будущее в этом плане у города только как торговый город. Но то, что в 90-м годах было, как я сказал, не проходит сегодня. Уже надо переходить в правовое поле. Но сколько мы вот с вами с первого дня, вот 16 марта, 3 марта, по-моему, был 16-го года мы и собирались, говорили точно эти слова на эту же тему. Но чуть-чуть продвинулось. Но капитального продвижения такого не произошло. Мы уже создали несколько групп совместно и с налоговой инспекцией, и с правоохранительными органами, и с другими заинтересованными органами. Несколько групп, которые уже начали работать. Правда, немало, но с начала года было 300 человек, мы индивидуальных предпринимателей за первое исследование. В ходе встречи присутствующие специалисты провели разъяснительную беседу о необходимости проведения процедур для приведения в соответствии с требованиям законодательства своей хозяйственной и предпринимательской деятельности. Кроме того, немаловажным вопросом было соблюдение технических требований к торговым центрам и рынкам. Зария Махайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».